Кыргызстан. Развивающаяся страна. Строительная индустрия с 1920 года является одной из крупных отраслей национальной экономики, которая включает в себя проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, производство строительных материалов, конструкций и изделий. Во многих странах показателем развития государства является обеспеченность его граждан жильем, строительство социальных объектов. В нашей стране жилье подразделяется на несколько видов. Элитная, социальная, индивидуальная и частные постройки. У каждого вида имеется ряд своих социальных проблем. Элитное жилье обладает единственной проблемой для социальных граждан – цена. Конечно, каждый бы хотел жить в удобной, теплой, благоустроенной квартире, но многие не могут себе этого позволить, так как цена за один квадратный метр выше заработной платы большей части населения. Несмотря на это, элитные дома растут буквально на глазах и жилые площади продаются моментально. Нам кажется, что социальное жилье – идеальный выбор для покупки и проживания, но, коснувшись с выбором данного, сталкиваешься с некоторыми проблемами социального характера. Старые квартиры, ветхие здания, требующие ремонта. Конечно, есть вариант сотрудничать с фирмами, строящими новое социальное жилье, и здесь мы автоматически сталкиваемся с проблемами места расположения. В основном, новое социальное жилье строится все дальше и дальше от города, в местах, куда еще не проведены коммуникации. Конечно, благодаря этому меньше застраивается город, и свежий воздух очень полезен для здоровья. Но целевая аудитория, как правило, не имеющая личного авто, сталкивается с проблемой маршрутного транспорта. Последнее время в Кыргызстане приветствуется строительство индивидуальных домов. Что нам стоит дом построить? Думаем, мы пока лично с этим не столкнемся. Проблемы начинаются еще с первых моментов. Создание проектно-сметной документации. Чтобы получить согласование, нужно в прямом смысле побегать по многим государственным инстанциям, везде внести свой взнос и отстоять в очередях. Конечно, государство старается создать допустимые условия для застройщиков. Если раньше стоимость разработки генплана участка доходила до полтора миллиона сомов, из-за чего многие заказчики не соглашались реализовывать проекты, то ныне разработка генплана населенного пункта до 5 тысяч человек стоит 250-300 тысяч сомов. Глобальной социальной проблемой для Кыргызстана, а в частности для столицы, являются жилые массивы, так называемые в народе самозахватчики. Правительство борется с заселенцами. Например, 16 мая 2013 года в жилмассиве Киличек был произведен снос незаконных строений. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью столичная мэрия. Снос был произведен департаментом индивидуального жилищного строительства мэрии города Бишкек. В общей сложности был снесен 41 объект, включая заборы, навесы, магазины и времянки. Как отметил директор департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека Самарбек Балатбеков, в некоторых жилмассивах Бишкека наблюдается неблагоприятная санитарно-экологическая обстановка. Например, на территории жилмассива Аллатоо находится скотомогильник с захоронениями животных, болевших сибирской язвой. Охранная территория там составляет 250 метров и на ней расположено порядка 166 жилых построек. Или территория городского свалочного полигона. Там охранная зона 1000 метров. На ней уже расположено порядка 900 строений. В 150 из них живут люди. Кроме того, рядом с полигоном расположено кладбище. Еще одним проблемным жилмассивом он назвал Дордой-2, рядом с которым расположено действующее кладбище. Охранная зона там 300 метров, но рядом с ним живут люди. Это неблагоприятно воздействует на их здоровье. И в других районах есть такие случаи. Нами выдавались уведомления о непригодности всех этих территорий к проживанию, но к ним не всегда прислушиваются. Хотя на территории городского свалочного полигона сократилось количество сживущих там граждан, отметил начальник департамента индивидуального жилищного строительства. В данное время в Джигуркукинише рассматривается законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс. В случае его принятия, если граждане будут захватывать территории, их можно будет привлекать к уголовной ответственности, чего сейчас нет. В настоящее время генпрокуратура привлекает к ответственности граждан по фактам фальсификации документов и продажи выделенных участков. Кыргызстан – развивающаяся страна. Строительная индустрия является одной из крупных отраслей национальной экономики. И ключевые слова в этих фразах – это развивающаяся и экономика. И если мы, граждане и патриоты страны, с таким достойным названием Кыргызстан, будем стараться получать знания, учиться у профессионалов и работать во благо, то экономика будет развиваться все больше и больше, а социальные проблемы, связанные с жильем и проживанием, будут уменьшаться. И когда-нибудь мы добьемся звания «Идеальное государство».